Я в очередной раз в вашем районе. Я вот думал, о чем же говорить с вами, поскольку на профессиональные темы мне с вами говорить сложно. У вас специфика вашей работы, вы занимаетесь обеспечением электроэнергоснабжения двух районов республики Черноземецкого и Лаганского. Здесь у вас все идет хорошо, все идет правильно. Но тем не менее, вы работаете здесь, вы лаганцы. Поэтому давайте с вами поговорим о том, чем живет сегодня Лаганский район и какие перспективы ждут вас, лаганцев, в будущем. Четыре года назад, когда я был у вас впервые, в конце десятого года, мы с Андреем Пикшимовичем беседовали на тему «Что делать в Лагане?» «Что делать с районом?» Потому что Лаганский район на тот период времени, к сожалению, был, наверное, самым депрессивным районом из 13 республиканских районов. Самые высокие уровни безработицы, практически полное отсутствие промышленной инфраструктуры. Конечно же, безусловно, это объяснялось и объективными причинами. Мы потеряли всю промышленность. То, что когда-то составляло костяк экономики Лаганского района. В советский период истории Лагань, Каспийск, это был один из основных бюджетнообразующих районов. И потеря марш-завода, потеря рыб-завода, потеря мясокомбината, это, конечно же, сыграло свою бурую шутку с вами, дорогие земляки. И практически отсутствие сельского хозяйства, ну тогда и так, как оно особо-то и не было востребовано в Лагане, хотя и лиманное у вас земледелие процветало в тот период. И вот тогда мы поняли, для того, чтобы поднимать район, нужно, конечно же, возрождать сельское хозяйство. Возрождать сельское хозяйство, делать упор на животноводстве. Поскольку, еще раз повторюсь, лиманный опыт у вас есть и хороший. Но для этого нужно было, конечно же, вернуть вот тот огромный пласт земли, который у вас в Лагане находился под арендой у наших соседей. Сказано, пусть не сразу, но сделано. Через год с небольшим мы вернули 100 с лишним тысяч гектаров земли в пользование лаганских хвостей. Причем мы ушли от того, чтобы проводить это через республиканское имущество и прочее, прочее, прочее. Мы напрямую передали права землепользования, земленаделения районным и муниципальным властям. Сегодня уже этот сектор экономики начинает возрождаться. Единственное, что хотел бы отметить, такой небольшой комментарий. Вы, конечно же, понимаете, пусть вы и не занимаетесь сельским хозяйством, но наверняка и ваши друзья, и родственники, и близкие, кто-то работает в сельском хозяйстве, и все понимаете, что там быстрой отдачи быть не может. Сельское хозяйство – это что-то такое сложное, где рубль очень-очень длинный. Но шаг позитивный был сделан. Дальше – перерабатывающий отрасль, рыболовство. Это та основа экономики, которая была у Лагани, и которую, в принципе, на сегодняшний день реально возродим. Мы же понимаем, что маш-завод мы не восстановим, но вот что касается рыбопереработки, что касается налаживания системы работы для наших рыбаков, вот это вполне реально. И мы начали двигаться по этому пути. Вы помните, я обещал на одной из уже потом дальнейших встреч с лаганцами, с рыбаками, что мы воссоздадим управление рыбного хозяйства республики, и причем с локализацией ее здесь у вас в Лагане. Мы это сделали. Мы занимались некоторое время и очень активно тем, чтобы вернуть контрольно-надзорные органы в сфере рыболовства сюда, в Лагане, чтобы наши рыбаки не мотались за 3-9 земель в Астрахань, за каждой бумажкой, за каждым разрешением. Но в Российском агентстве по рыболовству и рыбному хозяйству страны начались реорганизационные моменты. Почти практически год они длились, но сегодня они завершились. Сегодня агентство находится в формате Министерства сельского хозяйства России. Там уже началась работа. Но не дожидаясь до момента, когда закончатся реорганизационные мероприятия на федеральном уровне, я имею в виду федеральном министерстве, на этой неделе, несколько дней тому назад, а если быть точнее, позавчера, я провел координационное совещание Республики Калмыкия, которое было создано по указу президента, и которое обладает серьезными-серьезными полномочиями. Во-первых, полномочия обращения непосредственно к главе государства и к председателю правительства для решения тех или иных вопросов, которые регион считает крайне важными. Так вот, на этом заседании я поставил первый вопрос о рыболовстве, о контрольно-надзорных органах в сфере рыболовства, имея в виду, безусловно, проблемы Лагань, проблемы Лаганского района. Решение было принято, причем было принято коллегиально, об этом высказался и прокурор Республики, начальник управления Федеральной службы безопасности по Калмыкии, Дмитрий Викторович Лебедев. Об этом высказался ваш сосед, начальник погрануправления по Астраханской области и по Республике Калмыкии, Вячеслав Васильевич, вы его знаете тоже, с твоего земляка и министр внутренних дел Калмыкии. То есть решение коллегиальное было принято, протокольно было оформлено. Я вернусь в Элисту, посмотрю проект, который подготовлен на имя президента страны, на имя председателя правительства, и я убежден, что до конца года нам удастся вернуть вот то, что когда-то было в Лагане, контрольные надзорные органы, я имею в виду по надзору, сюда в Лагане, при этом увеличить штатную численность госинспекторов. На сегодняшний день всего лишь 6 госинспекторов на всю территорию Калмыкии, хотя в Лагане в Лагане, но у нас есть еще и Волга, есть крупная система озер, как Сарпинских, Састинских, Чаграйских, Матышевских. Я уж про внутренние водоемы вообще молчу, но это смешно. Поэтому для нас эта задача номер один, но теперь наступает этап для того, чтобы мы серьезно приступили к сельхозпереработке, то есть к рыбопереработке. Если в животноводстве нам удалось сделать уже достаточно серьезные подвижки вперед, и динамика очевидна, месяц небольшим тому назад в Сарпинском районе Гуманцево мы открыли мясоперерабатывающий комбинат, пусть пока небольшой, в августе открываем здесь у ваших соседей в Черноземельском Бортозиане, до конца года в четвертом квартале флагман месоперерабатывающей отрасли Калмыкии, это месоперерабатывающий комплекс в Кичинах, то в рыбопереработке пока мы не двигаемся. Хотя у вас уже на сегодняшний день ваши местные предприниматели работают, ваши местные бизнесмены работают, но им, конечно же, нужна поддержка. Причем серьезная государственная поддержка. Я встречался сейчас с активом вашего района, с депутатами районного уровня, сельского уровня, с руководителями предприятий, СПК, председательство фермерских хозяйств крупных, и говорил о том, что на сегодняшний день мы в правительстве разрабатываем целый пакет документов, связанный с государственной поддержкой в сфере рыбоперерабатывающей отрасли. Опять же, конкретно имею в виду проблемы Лаганского района. Что я имею в виду? Во-первых, безусловно, облегчение административного, так называемого, ну, бремени, что ли, то есть организационные моменты, связанные с разрешителями документов и прочее, прочее, прочее. Второй момент, это связанный с фискальной службой, то есть с налоговыми послаблениями, которые мы готовы сделать для тех, кто работает в сфере рыбопереработки. Третий момент, это связанный с тем, что мы готовы пойти напрямую государственное вмешательство, в том смысле, готовы пойти на условия софинансирования в частный бизнес в рамках государственно-частного партнерства, на прямую государственную поддержку таких предприятий. И мы надеемся, что эти меры в ближайшее время дадут свой результат. Говорил там же, на этой встрече, там, уж извините, что я об этом буду говорить, просто люди немножко политические более, поскольку это их работа, депутаты, чиновники и прочее, прочее, прочее. Они, конечно, об этом знают. Но хочу, чтобы знали и вы. С самого начала работы моей лично и моей команды мы исходили из того, что мы не раздаем пустых обещаний, не рассказываем сказок, мы говорим и ставим перед собой конкретные задачи, которые в меру возможностей стараемся решить. И то, что я привел вам в качестве примера здесь, в Лаганском районе, я имею в виду земли, я имею в виду организационную структуру управления рыбным хозяйством, те шаги административные, которые мы делаем для того, чтобы сделали, вернее, для того, чтобы вернуть надзорные органы и увеличить штатную численность госпекторов сюда, к вам, в Лагань. Третье, что касается того же сельского хозяйства, животноводства, это, конечно же, стимулирование и создание короткого административного инвестиционного климата для растеневодов. Мы вот в крайний раз навестили одного из инвесторов, который уже работает у вас, я имею в виду по орошаемому земледелию. Программа, которая разработана и уже в течение года работает, я имею в виду совместное софинансирование 50 на 50, 50% платит государство, 50% вносит предприниматель для орошаемых установок этой системы Бауэр. Они уже во многих районах республики работают. Как мне Андрей Кикшинч сказал, вот, услышав про эту новость, вот эти предприниматели уже забросили заявки в Минсельхоз-Калмыкии в этом году. Один опыт есть. Да, один опыт есть. То есть я к чему это все веду? Мы понимаем, что все за раз не сделаешь. И мы исходим из того, что чем больше врешь, тем хуже будет для самого тебя. Соврать можно сегодня, а потом в глаза смотреть трудно людям и рассказывать сказки, и не болиться. Но то, что в наших силах и в наших обстоятельствах мы стараемся делать. А делаем мы еще раз, повторюсь, для Лагарского района по одной простой причине. Сегодня, конечно, ситуация, та, которая была 4 года с небольшим, вернее, 3 года, ну почти 4, да, и сегодня она, конечно же, резко отличается. Во-первых, отличается в том, что в целом по республике мы занимаемся повышением заработной платы для работников-бюджетников всех сфер. Мы занимаемся социальными выплатами, социальной поддержкой наших ветеранов. Вам еще рано об этом говорить, но наверняка у вас есть родственники и знакомые, которые уже пользуются этой социальной годой. Мы начинали ее с 2012 года с 300 рублей, в 2013 довели до 500 с лишним рублей, в текущем году доведем ее до 700 рублей. Согласитесь, для человека-пенсионера, ветерана, это немаловажно и материально, а самое главное, в моральном смысле этого слова, мы вернули человеку уважение, и я ведь слышал многие разговоры, когда люди иногда сослезали на глазах, говорили, что же получается. Мы на Советский Плою сгорбатились, сгорбатились, работали, работали, теперь ни жилья, ничего, и мало того, и льгот никаких нет. Мы сделали, что смогли. Дальше будем двигаться по наступателю. Мы смогли обеспечить сегодня более или менее качественным, на наш взгляд, медицинским обслуживанием. Сегодня у вас в Урагане работает мобильный медицинский центр. Знаете об этом, наверное, нет? Да, да. Он с утра работает, и еще будет день работы. Таких центров, если в прошлом году мы запустили один, на сегодняшний день три по республике. Два я запустил весной этого года, и они колесят по всей Калмыкии. Я их вот куда ни приезжаю, я говорю, что специально за мной ездят. Так получается. Совпадение в далеких поселках. Город Лагань, ладно, это еще у вас есть замечательная своя медицина, хорошее здравоохранение, хорошие врачи. А есть поселки, где по 17, по 18 дворов, как вчера, допустим, в Сарахе, где бабушка 90 лет, а она уже, может быть, в последний раз в больнице-то была лет 40 или 50 еще в те советские годы. А сегодня вот она получает, не выходя из дома, высококлассное медицинское обслуживание. Это здорово, это хорошо. Детский медицинский мобильный центр. И многое-многое другое. То есть изменения, конечно, есть. Но самое главное, что есть и психологическая подвижка, мне кажется, на мой взгляд. Конечно, я могу ошибаться. В том плане, что можно много говорить и применять такие термины экономические, как рост валово-регионального продукта, хотя это тоже факт статистический, рост инвестиций в экономику республики. Но вот то, что человек реально ощущает на своем кармане, это, конечно же, его рост заработной платы. Так вот, если в 2011-2010 году заработная плата колебалась в пределах 8 тысяч рублей по региону, сегодня 17. Это среднее, конечно же. То, что мы изменили методологию начисления заработной платы, вернее, повышения заработной платы с апреля текущего года, не стали ее делать в финансовом объеме в процентном соотношении, а стали ее делать точечно и конкретизированно, повышая кому на тысячу, кому на полторы, кому до трех с половиной тысяч. Вот это тоже факт. И это люди ощутили тоже на своем кармане. В этом году мы это сделали на педагогическом коллективе, на коллективах здравоохранения. И если я раньше приезжал и говорил, допустим, с санитаркой, а вот мы подняли зарплату в этом году, вот в первом полугодии на 6%, я это почувствую, я говорю, а какой там, какая разница? Ну, было там 3000, стало сейчас, допустим, 3030 или там 3060. Мне до этого до лампочки. Вот это обидно и плохо. Почему? Потому что объем финансирования сводился полностью для бюджета распорядителя, а там игрались игры различные. И в школах, между прочим, в том числе такие факты были. Когда в целом вроде бы бюджет, фонд заработной платы увеличивается, но увеличивается он, может быть, у руководства, а у санитарки или у технички он абсолютно не двигается в ту или иную сторону. А в целом, как я уже сказал, вроде бы хороший показатель, да, средняя заработная плата по региону, это как в больнице. Кто-то лежит, помирает, и у него 45 градусов, а кто-то лежит там с температурой немощной 35-34, а в среднем по больнице температура хорошая. Так и здесь выходило. Мы в этом году изменили эту практику. И с апреля месяца, а следующее повышение заработной платы в сентябре, мы это будем продолжать делать точечно, конкретно. Если говорим про повышение, то пусть хотя бы на 500 рублей это повышение произойдет. Если говорим про повышение, в целом оно потом все равно даст по концу года, вы знаете, мы взяли за правило в важный год проводить подобное повышение заработной платы. В целом оно даст в среднем по региону это было 12-11 процентов. Но самое главное, мы, во-первых, некоторых нерадивых чиновников и начальников в Аризоне, а во-вторых, за одним людям тем, кто внизу почувствует реальное повышение заработной платы. Уважаемые лаганцы, можно многое рассказывать, говорить. Самое главное для нас было тогда и остается на сегодняшний день, это то, что наша с Андреем Кшимчевичей мечта вывести лагань из депутационных районов республики. Создать здесь условия для того, чтобы здесь процветал бизнес, пусть пока рыбоперерабатывающий, пусть пока сельскохозяйственный, животноводческий, в промышленно-интенсивном орошаемом земледелии в растеневодстве. Ну а в дальнейшем, конечно же, сделать так, чтобы у нас в Калмыкии в целом, причем это в самой ближайшей перспективе, средняя заработная плата по региону была 25 тысяч рублей, чтобы мы создали за ближайшие два года 3 тысячи новых рабочих мест, чтобы мы просто-напросто исключили такое понятие.